Жить на родовых годах и получать помощь от недропользователей. РН Юганскнефтегаз ежегодно заключает соглашение, согласно которому ханты и мансы получают денежную компенсацию. Предприятие оказывает помощь во всех сферах жизни коренных малочисленных народов. Какую именно, расскажет моя коллега. С высоты полета квадрокоптера открываются просторы, которые захватывают дух. Далее от городской суеты, в гармонии с природой, у Большого и Малого Югана разместились юрты Каюковых. Это уже целый поселок, который насчитывает более 700 человек. Что бросается в глаза, здесь все как в современной деревне. Есть даже нумерация домов и название местности. Руководит общиной Владимир Коганчин. Сейчас мы, как бы община у нас завозит все стройматериалы. Вот видите, у нас уже современный стройматериал, крыши все покрыты у нас уже этими железом. Оббитые дома уже сайдингом стали бивать. Выделяют, в принципе, нефтяники деньги на это, на строительство, на ремонт домов. В одном из свежих срубов молодая семья обустраивает дом. Хозяин семейства собирает новую мебель. Значит, новое поколение коренных народов будет продолжать традицию. Жить на исконных землях своего рода. Ну вот, строй там, там еще новый дом строят. Молодые семьи отселяются. На 35 территориях традиционного природопользования в Нефтьюганском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах под патронажем у общества РН «Юганскнефтегаз» 158 семей Ханты. Недропользователи стараются выстраивать с ними отношения на основе дружбы и добрососедства. Согласовывать все свои работы с коренным населением, которые, в свою очередь, получают весомую материальную компенсацию. Ежегодно «Юганскнефтегаз» в рамках своего бизнес-плана с каждой семьей коренных жителей Севера заключает соглашение. Их обычно порядка 70. Это более 100 миллионов рублей в совокупности на все семьи. И если в среднем говорить, это порядка 170-180 тысяч на одного человека в год. Сегодняшний день не имеем конфликтных ситуаций. Друг друга понимаем. Мы обязуемся и всегда соблюдаем необходимость согласовать любой объект, размещаемый на территории проживания коренных жителей. Есть в округе национальные поселки, такие как Угут, где «Юганскнефтегаз» помогает развивать инфраструктуру. В рамках соглашения между компанией «Роснефть» и правительством Югры муниципалитеты направляются дополнительные средства на строительство социально значимых объектов. Мы открыли спортивный комплекс в Угуте, где и коренные жители теперь будут приобщаться и свои национальные виды спорта могут развивать, заниматься тем, чем все привыкли, олимпийскими видами спорта в том числе. На территории того же Угута, насколько я владею ситуацией, достраивается спортивная площадка на территории, прямо открытая, что даст возможность маленькие югорчане, ханты, дети ханты, также подрастают. Они точно так же хотят бегать, играть, развиваться. Еще один важный проект, который успешно реализуют в последние годы – это IT-стойбище. Теперь ханты активно осваивают интернет. Это позволяет упростить таежную жизнь. Например, подключить личный кабинет на госуслугах, оформить необходимые документы, получать дистанционное образование детям. На сегодня порядка 10 стойбищ подключены к интернету, в чем можно было убедиться и на родовых угодьях Каюковых. Мужчин застали за изучением нужной информации в телефоне. Общины Севера идут в ногу со временем, а нефтяники стараются помогать, а главное – не нарушать гармонию добрососедства.